Во-первых, надо было знать в этой задаче, сколько будет 3 умножить 4. И сколько же это будет? 12! А если это 12, то мы получаем такую простую вещь. Мы получаем, что если положим по 3 вот так вот, то монеток не хватит. Надо просто одну монетку положить в угол, тогда она будет подсчитана, и когда считаем здесь, и когда считаем здесь. Ну, и еще одну стоит положить в угол. На самом деле, не так важно, что это или в этот. Ну, я не знаю, давайте для красоты положим в этот. А после этого все просто. Я вот положил 3 монеты, я положил 3 монеты, так, что у меня еще? 3 монеты, и здесь 3 монеты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь. Победите. 4 умножить на 4, это сколько? 16, совершенно верно. 4 умножить на 4, это 16. Надо сэкономить 6 штук. Здесь вот, чтобы сэкономить 2 штуки, мы поместили 2. Ну, значит, надо экономить, значит, во-первых, по одной монетке кладем сюда, но даже этого не хватит. Доль каждой должно лежать 4. То есть я положу сюда 2, сюда 2, сюда 2 и сюда 2. Да, но это будет много с лишним. Что делать? А делать простую вещь. Надо положить было здесь не одну монету, а две стопочки. Я сэкономил еще одну монету. Уже 4 было сэкономлено, уже 5 сэкономил. И давайте здесь я положу стопочку и двух монет, да? Итак, здесь лежат 2 монеты в углу, здесь лежат 2 монеты в углу. Ну, а после этого все просто. Одну монету сюда, одну монету сюда, одну сюда и одну сюда. Вот вам и получилось по 4 вдоль каждой стороны. Ну, и самое сложное, понятное дело, упражнение. Опять сколько? 20. 20. Здесь надо сэкономить аж 10 штук. Что это означает? Это означает простую вещь. Мы должны класть стопочками везде. Так, все равно их не 5. Поэтому здесь придется брать вот так вот 3. Здесь кладешь стопочкой. И здесь кладешь стопочкой 3. 5, 5. Ну что, решил? Можно решать. Да, нет, действительно вы правы. Можно думать, куда положить, может быть, 4, 1, так тоже. Да, есть варианты, но в задаче не требовалось, на них все варианты. А просили как-то расположить. Вот я как-то расположил.